всем привет добро пожаловать в новый влог я очень редко начинаю свои влоги не с утра но сегодня как-то так закрутилась потом как села краситься и все пошло не по плану вот у вас бывает такое что ты берешь любимые проверенные средства и они ведут себя как будто это не они тон мой который я постоянно нахваливаю из тела удара лег какими-то пятнами подчеркнул все шелушения потом начала красить брови одна бровь получилась 2 меня выбесила начала красить ресницы и понимаю что все слипается комкается ресницы это сейчас вообще больная тема они так обновлялись и я поэтому решила сделать ламинирование чтобы мне было легче и я заметила что вот я хожу тут упала ресничка тут упала ресничка умываюсь тоже ресницы выпадают что такое а пару месяцев назад я все планировала сделать полное обследование там подавать анализы чтобы все проверить и из-за этого гребаного блин вируса я никак не могу попасть к специалистам и вообще не во все лаборатории можно записаться короче у нас вводят карантин точнее уже ввели еще не настолько жесткие как весной но приблизительно то же самое не работают школы не работают торговые центры рестораны только с доставкой или можно заказать и саму прийти можно пока что выходить на улицу но на улицах города очень мало людей пока что не запрещено посещать лес парки ездить на велосипедах это то что происходило с нами весной как и с многими наверняка и вот весной было мало заболевших мы все сидели по домам а сейчас полная же и до последнего как-то тянули я не понимаю что происходит пока что до конца ноября дети будут чуть не сказала работать будут учиться онлайн а потом я думаю что никто не станет открывать школы в декабре потому что это всего на несколько недель дальше у нас рождество и с 22 декабря до 6 у них и так должны были быть каникулы новогодние так что я готовлюсь к тому что мы будем сидеть дома ну как минимум до середины января вообще-то наверное до марта кстати я решила найти такой жизнерадостный позитивный костюмчик он из алиэкспресс и качество у него отменное если вы пропустили отдельное видео которое снимала о своих покупках удачных и не очень оставлю ссылку на него внизу и также на костюмчик сегодня мы жарим колбаски не у себя дома а у наших друзей у них есть вот такая классная беседка которая открытая но она обогревается здесь вот вы видите обогрев часто можно заметить такие в ресторанах но самое прикольное находится внутри это такой камин который классно греет и он может быть замантирован снаружи и также внутри понятное дело под крышей но этого будет достаточно для того чтобы не замерзнуть середине практически ноября на улице мангал мы принесли свой слава богу было недалеко но это не популярное явление в польше купили дрова и колбаски тоже небольшом местном магазине темно правда но колбаски точно есть у у наших друзей дом похожего формата как у нас если помните то у нас здесь находится спальня и вот у соседей например у кого-то сауна спортзал у кого-то офис там прачечная что-то еще у друзей целый кинотеатр пока мы жарим колбаски я все думаю чем же здесь занимаются дети кася очень любит делать что-то со своим ребенком он помладше чем нашим но у них есть наборчик о котором мечтает игнат сейчас узнаю где купили наборы сделай сам такие вот резиночки и игнашика в садике научили делать браслеты сейчас покажу так и гнат мы с тобой сегодня должны пообрезать ногти это будет спец задание для нас с тобой покажи пожалуйста браслетик игнашка мне постоянно делает это очень здорово развивает моторику и им показали в садике очень быстро у него получается но только у них обычно все в дарли меня спасибо сначала надеваем первую резиночку и перекручиваем ее дальше дожилась ребенок показывает мне как правильно делать браслетики кажется я объехала снова надеваем на два пальца да и вот предыдущую надеваем как здорово и потом нам нужен крючочек чтобы сделать начало и конец и соединить получается браслет доброе утро я вчера после гостей еще замариновала ребрышки потому что сегодня в воскресенье у нас гости вчера сама придумала маринад для ребрышек измельчила лук чеснок добавила коричневый сахар соевый соус все на глаз оливковое масло корицу зиру черный перец соль и это все насколько я помню из того что происходило вчера перемешала это дело и оставила на ночь мариноваться сейчас еще немножечко залью водой и буду тушить около двух часов и чуть позже еще добавлю немножко колы еще знаете что попробую сделать картошечку помните ну не знаю как в россии украине точно такая сеть кафе ресторанов была картошка называлась где подавали большой картофель запеченный и потом когда он уже будет готов внутри разрезаешь и вовнутрь кладется масло сыр перемешивается это все делается такое пюре внутри еще начинку можно класть по поводу начинки я еще подумаю но картошку поставила запекать пораньше потому что она большая я думаю что часа два как минимум сегодня также впервые буду готовить чесночный суп если получится то будет в каком-то футбуке недавно я была с подружкой в ресторане и она заказала баклажан но он по вкусу был каким-то сладким таким немножечко печеным я начала рыться в интернете и нашла рецепт запеченного баклажана должно получиться супер вкусно если вы это увидите в логе то так оно и было для начала делаем маринад я здесь смешала кленовый сироп напишу вам пропорции в инфобоксе соевый соус оливковое масло копченую паприку мне вот такая я на самом деле ее не очень люблю но в качестве там какого-то дополнения к рису например что-то я как-то не распробовала но я думаю что к баклажану подойдет идеально черный перец и собственно говоря это все теперь нам нужно нарезать баклажан кстати мой вам совет из будущего нарезайте баклажаны потолще они и так хорошо пропекутся но не сгорят баклажаны я буду запекать в духовке поэтому выкладываю бумагу для выпечки можно нарезать баклажан и вдоль но мне так было удобнее выкладываю в разных рецептах которые я читала о баклажанах было написано что стоит сделать такие надрезы на них я считаю что без этого было бы лучше они будут развязаться запекаем баклажаны при температуре 200 градусов на протяжении 25 минут и еще если у вас супер тоненько нарезанные баклажаны то они также испекутся быстрее поэтому учитывайте этот момент только начинаем говорить с камерой общаться с вами приходит миг обязательно топьет хлещет воду то что то есть стоит не нужен ей был тот корм и подавно теперь вот только я включила звук о тебе говорю о тебе как разве эти этого маринада хватило мне на целый баклажан отправляем в духовку кстати чесночный суп получился очень даже вкусным я еще подсушила ржаной хлеб сначала чуть-чуть поджарила на сливочном масле чеснок убрала его и дальше на том что осталось на сковородке высушила хлеб получились такие сухарики очень вкусно дети уже начали таскать сами сухарики помимо ребрышек потому что я их не ем и дети тоже не особо у нас меню на сегодня еще и шницели из индейки разогреваю сковородку как раз сделаю салат и быстренько все пожарю баклажанчики получились то что надо нужно было сделать в два раза больше чувствую что они разлетятся за минуту знаете у меня не всегда есть настроение выготавливать тем более готовить несколько разнообразных блюд но от этого никуда не денешься мы в основном питаемся дома и когда нет настроения готовить или сил я выбираю самые простые проверенные рецепты но если у меня есть время приходит вдохновение вот тогда я могу разгуляться по полной и именно это случилось со мной в тот день и несмотря на то что я подавала какие-то не совсем обычные блюда для нашего обеденного стола многие похвалили если у вас есть секретики как приготовить такую картошку поделитесь потому что в принципе было окей но я думаю что могло бы быть и лучше люблю когда вся семья собирается дома и когда пустые тарелки после обеда запомнили НЕХ ЖИРЕ, ЖИРЕ НАМ! И сто лет, сто лет НЕХ ЖИРЕ, ЖИРЕ НАМ! И еще раз, и еще раз НЕХ ЖИРЕ, ЖИРЕ НАМ! НЕХ ЖИРЕ НАМ! НЕХ ЖИРЕ НАМ! А кто? Диады! Браво! Чекай,тьсякай! Разом из дядки! А, три-четыре! Чтобы помочь своим ресничкам укрепиться и поскорее отрасти, я решила использовать сыворотку, которую мне как-то давно присылали. Это Xlash, это сейчас не реклама. Просто показываю вам, чем я пользуюсь. Посмотрим, какие будут эффекты. Но она не гормональная, абсолютно безопасная. Я давно ничем таким не пользовалась, лет так 6, наверное. Но я надеюсь, что она поможет мне привести ресницы в порядок как можно скорее. Слушайте, я сегодня, кажется, побывала в раю. Со мной такое было впервые, аж поделюсь с вами. Это настолько необычное ощущение. Я человек, который, в принципе, не очень любит все эти спа-салоны. Когда меня кто-то массирует, я не могу расслабиться. Возможно, я не попадала в руки хорошего массажиста. Скорее всего так. Но я особо часто и не хожу куда-то. И вот я была на второй процедуре рефлифтинга. Об этом тоже скажу несколько слов. Потому что есть очень-очень важные моменты. И уточню, что именно делаю я. И вот в конце этой процедуры Анна, косметолог, к которому я хожу, сделала мне небольшой массаж лица. То ли поверх маски, то ли поверх крема уже в самом конце. И она предложила мне сделать массаж лица, шеи, декольте и рук вот именно до локтя, вот этой части. И мне было настолько приятно. Говорю, давайте в следующий раз я буду у вас через неделю. И я попробую. Анна еще включила такую релаксирующую музыку. Я почувствовала, как каждая мышца, не только лица, но и тело расслабилось. И в конце я также поймала себя на мысль, что я ни о чем не думала. Я очень часто что-то планирую. Думаю, что мне нужно сделать. Что-то там, не знаю, придумываю и так далее. А тут я по-настоящему наслаждалась процессом. И после я вышла как новая. Я ездила на 8 часов утра. Так что к 10 я уже была свободна. Кстати, по дороге домой я не ехала, а как будто порхала. Потом еще пришла. Погуляла с Микой на свежем воздухе. Взбодрилась, потому что за окном плюс 4 градуса. Поделала все дела. Освободилась. И вот решила с вами поболтать. Я купила несколько головных уборов на холодное время года. Вот что носите вы? Шапки, повязки, шляпки. Не знаю, что там еще есть. Когда я была подростком, то меня вообще было не заставить надеть шапку. Так, выходишь, знаете, проходишь окна родителей. Потом шапка в рюкзак, в сумку, куда угодно, в карман. Но я не ходила в шапки. А последние сезоны мама может мной гордиться, что я хожу в шапки. Некоторые из них супер теплые. Поэтому сейчас попримеряем. В Польше есть блогер Вероника. Никнейм Шуш. Я как-то давно ее смотрела. А потом она перешла только на формат влогов. И, ну, не совсем моя тема. Я сама, честно говоря, редко смотрю влоги. Так вот, они с мужем сделали бренд, который называется Гауган. И это изделия, которые создаются в Польше. И я приобрела у нее три шапочки. И также по-польски это камин. Но сейчас покажу, что. В общем, пряжа у них классная. Очень хорошие отзывы видела. Я не уверена, что они отправляют, например, в Россию. Но, по-моему, по Европе у них есть доставка. Тоже поделюсь с вами ссылкой. Там были и вещи. Но меня интересовали именно шапочки. Особенно вот эта модель. Одной из них я выделю Томаку. Пока что не решила какую. Ну, не голубую точно. Очень красивый цвет. А вторая, наверное, вот она достанется Томаку. Хотя я планировала носить ее со своей светлой курткой из эко-пожи. Из Страдивариуса она, между прочим, очень теплая оказалась. Вот сейчас, когда стало совсем холодно, я начала ее носить. Вот такая, видите, какая прикольная вязка. Моя мама тоже очень красиво вяжет. Но я не стала ее нагружать уже. И непонятно, когда мы встретимся. У меня прям разрывается сердце. И такая же шапочка, как первая, только голубая. И вот с вами тоже откроем. О, вспомнила по-русски. Это, по-моему, тоннель, да? Правильно. Штука, которая надевается вместо шарфа. Тоже в цвет шапочки. Вот такая. И покажу, как это выглядит на мне. И еще тут одна интересненькая вещь. Томак сейчас поехал с малыми поменять мне резину в машине, потому что уже довольно холодно. И если вдруг будет ноль и пойдет дождь, то это же потом все будет скользить. Чего я очень сильно боюсь. Когда там два года тому назад я не смогла отъехать под горку, и на меня летел трактор. Я вам серьезно говорю, я настолько сильно испугалась, что вот сейчас вспоминаю, у меня прям дрожь по телу. И я утеплилась. Шапулечка красивая. Мне нравится то, что здесь такой большой отворот. И, возможно, кто-то из вас умеет вязать, найдет хорошую пряжу и сделает себе вот такую шапку. По-моему, удачный цвет. Не то коричневый, не то серый. Я очень довольна. Я заказывала эти шапки пару недель тому назад, и это было так поздно ночью. Для меня 12 часов это поздно. Я ложусь спать до 12, и я не помню, какой там состав. Простите. Вторая шапка. Вот такая, наверное, все-таки я ее дам домику. Хотя, хотя, я всегда считала, что у меня вообще не идут головные уборы. Так сейчас смотрю, вроде бы ничего так. Я бы сделала лейбу поменьше, и, наверное, с таким цветом классно смотрелось бы. Знаете, какая? Вот если бы я создавала свой бренд, я бы сделала из эко-кожи, такую в цвете камел, небольшую. Но, вообще-то, очень стильно выглядит. И даже куда-то там на лыжи кататься, если в этом году это вообще светит нам. И самое интересное я оставила на десерт. Туннель. В основном, мне кажется, это для красоты, потому что они особо как-то не греют. Нет? Особенно, если большие, то их как намотаешь, потом ходишь, как в этом, в гипсе для шеи. И шапка. Этот цвет я вообще никогда не ношу в теплое время года. Наверное, даже зря. Но крутая шапка. Ну, что вам сказать? Мне нравится, что она так висит. Я люблю объемные шапки. У меня есть одна, правда, полностью акриловая из... Где я покупала? Скажите мне, серая. Из резерт. И еще очень классная розовая, тоже объемная на Asos. Вот она шерстяная, супер теплая. Так что, если что-то найду с хорошим составом, оставлю вам в инфобоксе тоже. Но я просто помнила, что Вероника делает эти шапки, и мне захотелось купить. Захотелось аж целых три. Вот эту штуку на шею. Но я не жалею. И последнее, то, что я нашла на Алиэкспресс, это шляпа. Она стоит 8 или 9 долларов. И я ее заказывала еще до распродажи. Она приехала в тот день. Вот как только я выключила камеру, там освещение, пришел почтальон и принес мне шляпу. Она была хорошо упакована. И там были разные расцветки. Вот такая шляпка. Я думала, что она будет молочной. И молочную гораздо проще носить, скажу я вам. Нужно было брать все-таки песочную. Это мне нравится. Она без дела валяться не будет. Стильная. И за 8-9 долларов, по-моему, это вообще даром. Смотрите, она хорошо держит форму. Ее нужно немножечко выровнять под паром. Но она, в принципе, хорошо выполнена. И как-то особо не деформировалась во время транспортировки. Но белый цвет, конечно, капризный. Очень нужно аккуратно. Я сегодня не обратила внимания, что у меня что-то там было на руке. Осталось маленькое пятнышко. Сейчас буду чистить. И на ней еще был такой этот ремешок. Но я его сняла, потому что сегодня мне коричневый как-то не в тему. Есть шляпы и без ремешка, и за 6-7 долларов. И я считаю, что если хочется чего-то просто, вы знаете, стильного, а не для того, чтобы грело там, и вы не готовы тратить несколько сотен долларов, то почему бы... Почему бы не купить такую шляпу? Тоже оставлю вам ссылку. Ее я заказывала по наводке своей подруги, у которой она в коричневом цвете. И вот нужно было уточнить, какой у нее camel или коричневый. Потому что у нее была шляпа потемнее, и мне такой коричневый не очень идет. Сейчас мы с вами отправляемся в виртуальное путешествие в Икею, где я была гораздо раньше, и это выглядело страшно. Все, наверное, чувствовали, что насквозакрывают, поэтому выносили все, как будто конец света. Куча всего интересного, нужного, практичного и того, что не стоит покупать. В общем, заходишь в Икею за одним и выходишь с целым пакетом. Поехали, и потом рассмотрим мои приобретения к Новому году. Я хочу сказать вам, что в этом году в Икее был скудненький ассортимент на праздники. В других магазинах я нашла кое-что поинтереснее. Много новогодних игрушек, того, что было в прошлом году, и в том числе вот такие пряники. Они с дырочкой, сразу можно повесить на елку. Просто беру обычную веревку, и они висят, а потом еще и дети съедают. И во время декорации елки они также любят похрустеть. Можно сделать самим пряники, но у нас-то уже небольшая традиция. Помимо этого, в Икее также в этом году появились вот такие наборчики для декорирования. От бренда Dr.Edker. Каждый год тоже покупаем. И если открыть их, то, к сожалению, они у нас не доживают до следующего сезона. То есть это как бы маркеры, внутри сахарная глазурь, которая застывает. И можно украшать и домики, и пряники. Чем мы, собственно говоря, и займемся. Это я не планировала покупать, но Игнат уперся. Говорит, это для тебя, мама. Поэтому поставлю в свою вазочку, и будет стоять где-то на фоне вот такой небольшой букетик. Его можно также разобрать и потом, например, добавлять в подарочки. Взяли еще несколько новых игрушек. Вот таких гномиков. Они разные, прикольные. Кстати, гномов у нас еще нет. Или это Дед Мороз, но больше похож на гномика, мне кажется. Конечно же, звезды. Я посмотрела, что у нас не хватает именно маленьких. И были еще и большие звезды с вот таким узором ажурным. Но к тому моменту, когда мы наведались в Икею, их уже разобрали. Реально, у нас в начале ноября их очень быстро раскупают. И каждый год в Икеи появляются разные вариации вот этих звезд. Также решила в этом году добавить красные звезды. Вот такие. Они небольшие. Именно так они выглядят на окне. К ним обязательно нужно еще докупить систему, но у нас она есть. То есть, это только каркас звездочки, который выполнен из плотного картона. Как бы, к сожалению, они не служат слишком долго, несколько лет. Но, возможно, у вас больше терпения, и вы более аккуратно будете их вешать и снимать. И также вот эти все наборы отдельно, видите, звездочка. И еще как бы провода разные отдельно покупаются в Икею. И еще нашла вот такие крючочки из проволоки, на которые удобно повесить игрушки. Так, здесь наволочкой я хочу в свой кабинет положить ее. У меня есть наполнение и размер стандартный 50 на 50. Мне такие больше всего нравятся. И она как бы велюровая. Что-то в этом духе. А еще один набор. Да, потому что двое мальчишек. И обычно кто-то к нам приходит еще декорировать пряники. Так что у нас они никогда не валяются без дела. Обычно в свой кабинет или между этажами я ставлю еще маленькую елочку. Покупаю маленькие, которые как бы сложены из небольших веточек. И удобно то, что можно купить набором. Есть и большие шарики. Между прочим, это стеклянные шарики. Они есть в нескольких цветах. Вот это самое большое. Давайте сейчас поверну. Это подсвечник. Вот такой формы. Его еще нужно собрать. И он кремового цвета. Они были в красном и еще в серебристом. Но у меня есть план, что я хочу сделать. Мне нужен был именно светлый. А еще на маленькую елочку я взяла типа как гирлянду из бусинок. Какая у нее длина? Вот нашла 5 метров. Этого достаточно для небольшой елки. Или на какую-то веточку можно накрутить. И также были в нескольких цветах. Без понятия, что это взяли на пробу. Традиционный шведский напиток. Именно праздничный. Наверняка он какой-то пряный. И откроем уже ближе к праздникам. Я хочу, чтобы он испортился. Еще для детей взяла вот такую креативную игрушку. И к ней отдельно еще нужно докупить форму, на которую будешь все выкладывать. Не обязательно делать сердечки или кружочки. Можно что-то свое придумать. Здорово, что все они разноцветные. И потом проходимся утюгом поверх. Кстати, наверняка на Алиэкспресс есть что-то похожее. И получается у нас уже сделанная игрушка. И возможно мы что-то напридумываем. Оставим какую-то дырочку, чтобы все это можно было повесить на елку. Ну почему бы и нет. Главное, что дети будут заниматься чем-то и креативным. И также будут развивать мелкую моторику. Вот такие дела. Это был вечер, когда мы с мальчишками были только втроем. И они еще днем попросили меня сделать такой вафельный тортик, который они ели у моей мамы. Вы знаете, это мой самый любимый торт из детства. И, к сожалению, в Польше нет настолько вкусной сгущенки. Где-то год тому назад приезжали мои родственники из Беларуси к маме и привозили ту самую сгущенку с таким же вкусом и ароматом, как раньше. Мальчики даже не стали дожидаться утра, когда торт пропитается и станет таким мягким. Они все равно с удовольствием все слопали еще вечером. По поводу RF лифтинга. Это аппаратная процедура у косметолога, которую я делаю. Она выполняется курсом от 6 до 10 процедур. Но в основном все результаты, которые вы видите до и после, когда это как безоперационный лифтинг, вот такое прям натянутое лицо, он происходит после супермощного аппарата, который не всегда рекомендуется и который, опять же, вызывает вот эти необратимые процессы, а именно свертывание белка. Поэтому, если вы хотите что-то такое сделать, то обязательно уточняйте, какой аппарат и с какой мощностью у специалиста и насколько сильно подогревается кожа. Мы делаем на маленьких оборотах это раз, и аппарат не самый мощный, поэтому белки не сворачиваются, а именно стимулируется синтез коллагена. Между прочим, все, что касается подогревания кожи, это очень большой тренд этого года. И то, что происходит в моем случае, это стимуляция выработки моего естественного коллагена. Вот такие дела, поэтому у меня не будет жесткого до и после, но все это как бы работает на будущее для того, чтобы кожа была более упругой, более эластичной, также чтобы овал лица был более очерченным. Еще как добавлю себе массаж лица, решила сделать курс процедур для того, чтобы как можно дольше сохранить то, что дано природой. Сделала себе вот такой подарок к праздникам, как раз я закончу все процедуры, я думаю. И после праздников у меня будет день рождения, 33 годика, это, знаете, не 23, и нужно помогать своему лицу держать форму. Ну, блин, о чем? Ну, правда же говорю. Мика попросилась на улицу. Она даже лает. Мика, ну что ты боишься? Ты своей тени боишься, мне кажется. Она вот там рыла ямы. Томак поставил ящик, чтобы она тут не портила газон. Ну, если так произойдет, ну что поделать. Равноправный член семьи. Слышите, как она лает? Ми, что там? Это происходит раз в неделю. Эта порода вообще не подает голоса. Только когда чувствует или видит опасность. Я не знаю, чем тебя смущают наши соседи. Очень даже приличные люди. Ой, еще одна больная тема. Это садовники в Польше. В связи с тем, что у нас был карантин весной. Также на поминальные дни все было закрыто. Кладбище даже. И, к сожалению, все, что высадили весной, не продавалось. И вот такой огромный куст Астр продается за 15 золотых. Это получается где-то 4 доллара, меньше даже. Вот представляете? Иногда даже предлагают, типа, возьмите бесплатно. Покупаешь 2, 3 бесплатно, но мы купили. 3 штучки. Так обидно, конечно, вообще. А на этом мы с вами будем прощаться. Надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне всегда очень приятна ваша обратная связь. Я иду готовить ужин. Пока что, кстати, не знаю, что. Куриное филе с чем-то. И слушать интервью с цискорицей. Аж в театр захотелось. Или на балет. Как только все пооткрывают, обязательно куплю билеты. Все, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.